Ой, скажи мне, Роза, а скажи, вот что женщины раньше находили в мужчинах? В смысле, что ты имеешь в виду раньше? Ну, раньше, когда еще не изобрели ни деньги, ни машины, ни мобильные телефоны. Рабинович, поймите нас правильно. Ну, мы не можем повысить вам зарплату. Ой, я ж таки не прошу, чтобы вы ее мне повысили. Ну, хотя бы платить ее почаще вы можете? Мама, мама, я влюбился. Ой, Фимочка, в кого? В Розочку с восьмой квартиры. Я хочу пойти и признаться ей в любви. Ой, Фимочка, иди, иди, признавайся кому хочешь, влюбляйся в кого хочешь. Главное, предохраняйся и нигде подписи не став. Фима, скажите, если путь к сердцу мужчины лежит через желудок, то путь к сердцу женщины лежит через шо? Через шо, шо? Не через шо. Я вам так скажу, запомните это раз и навсегда. Путь к женщине вообще лежать не должен. Идет еврейская свадьба. Все приглашенные, все довольны, все счастливы. Она заканчивается сама церемония. После церемонии к Равину подходит Фима и говорит, Ребе, что я должен за всю эту красоту? Говорит, ну, я не знаю, Фим, как вы сами считаете? Ну, заплатите столько, насколько вы считаете свою жену красавицей. Фима достал шекель, передал Равину. Равин берет шекель, недовольно, кладет его в карман. Левой рукой поднимает фату невесты. Затем быстренько обращается. Говорит, Фима, подождите, не уходите, возьмите с дачи. Как говорил дядя Фима, Сынок, никогда не верь девушке, которая не пердит. Мало ли, что она еще там скрывает. Как-то в былые времена в Париже проходила выставка Пикассо. Ну, и сам художник тоже присутствовал на этой выставке. Давно живущий в Париже Янкель прибыл на эту выставку. Ну, и захватил с собой двоюродного брата, который к нему приехал из далекой провинции, где-то там Бердичево, по-моему. Ну, и они ходят по выставке, рассматривают все картины. И тут Шмуль, ну, этот бряк, обращается до своего брата Янкеля и говорит, а что это за картины такие? Кто это нарисовал? Янкель говорит, ты что? Это же вот, Пикассо, выдающийся художник. Шмуль говорит, ну, да. А чего у него такие какие-то картины непонятные? Говорит, ну, что ты не понимаешь? Это он художник, он так видит. Шмуль говорит, а, да. Ну, я только одного не могу понять. Если он так хуево видит, нахуй нарисует? СОФА звонит в пожарную часть и говорит, алло, срочно приезжайте, срочно приезжайте. Ко мне в окно пытается влезть Рабинович. Подождите, может, вам лучше в полицию позвонить? Причем здесь полиция? Зачем полиция? Ему нужна срочно ваша лестница. Циля, у меня до тебе стоит вопрос. Ой, Фима, у меня уже давно чешется ответ. Фима, шо такой грустный? Ой, Соломан Маркович, понимаете? Купил я два лотерейных билета. И по одному выиграл таки машину. Ой, вей, какая радость. Так чего грустить? Чего грустить? А нахрена было второй билет покупать, а? Сома, объясни мне. Че ты постоянно придираешься до своей жены? Че ты ее все время ревнуешь? Ой, Ефим Львович, шо тебе сказать? Понимаешь, у меня двое детей. Ну, шо-то они слишком умные. Ой, с моим мужем таки вообще невозможно жить. Ну, так разведи с ним, Фирочка. Ага, сейчас. Он испортил мне жизнь, а я должна его счастливить? Да никогда. У Фима неудачи. И на работе, и с друзьями, и в финансовой части. Он приходит домой, такой весь расстроенный. Говорит, циля. Говорит, шо, Фим? Выпить у нас что-нибудь есть? Ну, возьми он чай. Говорит, шо чай? Чай, чай. А шо-нибудь покрепче? Ну, шо? Возьми новый пакетик. Браша, скажи, а шо будет, если ты нарушишь одну из десяти заповедей? Ой, шо будет, шо будет. Останется еще девять, а шо? Скажите, Ефим Иванович, вот вы ходите без маски, а сейчас бытует коронавирус. Вы не боитесь заболеть? Ой, Афима, я старый человек, мне 75 лет. Нет, я тебе скажу, у меня ишемическая болезнь сердца, у меня мигрень, у меня Паркинсона, у меня колики в почках, у меня гималой, у меня панкреатин. Так что я тебя умоляю, если вот этот, как ты говоришь, вирус попадет в мой организм, так ему таки придется встать в очередь, чтобы меня добить. По Одесскому аэропорту женщина тащит пьяного мужа и говорит ему, Фима, ты меня заколебал со своей водкой, у меня уже мозги закипают, вот как я тебя дотащу домой? Тихо, Сахарочка, не оры, лучше скажи, а где мы? Мы в аэропорту. Шо ты говоришь? А куда мы летим? Не летим, а уже прилетели. Да? А откуда? Из Египта. Та ты шо, и как там? Вспомнилось из старенького такого, знаете, когда Фима пришел к ювелиру и говорит, я прошу прощения, сделайте мне на этом колечке, хорошее колечко с бриллиантами такое, видите, красивое, ну да, шикарное колесо, гравировочку там, пожалуйста. Рози от Фимы. Тот долго смотрел на кольцо, а потом говорит, Фима, а вы? Ну да. Говорит, я бы вам советовал сделать такую более короткую гравировочку, и вам-то дешевле будет. Говорит, хорошо, какую? Просто от Фимы. Просто от Фимы. Ну, на всякий случай. Да, где же мы его проморгали? Думали родители Мойши, глядя, как он виртуозно играет на балалайке. Фима, а что ты здесь копаешь? Ну, хочу скопать, кое-что посадить. Так тут нельзя копать. Почему? Ну, вот же написано. Кабель связи. О, я тебя вмоляю. И что будет? Меня же током не вдарит. Это ж не кабель высокого напряжения. Говорит, Фима, я тебе советую не копать. Ну, и что случится? Поясни мне. Что, что случится? Придут монтеры и вступят с тобой в связь. Алло, Розочка? Да. Это ваш новый знакомый Фима. У нас сегодня с вами первое свидание. Вы не забыли? Нет, конечно, не забыла. А что? Что, что? А как я вас узнаю? Очень просто. Я буду уфатей с вещами. СМЕХ СМЕХ СМЕХ